Здравствуйте, уважаемые телезрители! Многие знают, что именно в среду газету можно купить. Те, кто выписывает, конечно, получают по почте. Мы не можем сказать точно, в какой день. Это, наверное, все-таки позже, в четверг или в пятницу. Но людям удобнее некоторым получать газету по подписке, поэтому подписка у нас все еще действует. И вы можете сейчас уже, видимо, не с февраля, а с марта подписать на месяц, на три, до конца года и так далее. А где можно кроме этого приобрести газету «Эврика»? Ну, тут киоски, ведь у нас газетные, не везде стоят. Куда человек может зайти и быстро взять эту газету? Я думаю, что в супермаркеты все ходят. И две наши основные сети супермаркета во всех магазинах. Есть стенды, на этих стендах выложены все наши местные газеты. И в среду, первой на этой неделе, как всегда, вышел номер «Эврики». На первой полосе мы видим опять происшествия, криминальные происшествия, к сожалению, с которыми справиться никак не удается. И это становится какой-то странной и удручающей тенденцией. Конечно. Это сейчас беспокоит абсолютно всех. Не только правоохранительные органы, не только полицию, прокуратуру и педагогов. Это уже сейчас и областной экимат этим озаботился. То есть, что нужно делать? У нас очень много существует программ для молодежи. Как говорится, много чего открыли, настроили, сделали всякие привлекательные проекты. А тем не менее, достаточно большая часть молодежи ничем не занята, кроме того, чтобы вечером выходить на улицы, устраивать разборки. Ну вот что интересно, что вот этот случай в Шалкаре произошел, кстати, на ледовой площадке. То есть, та площадка, которая, по идее, была подготовлена администрацией города Шалкар для того, чтобы там занимались спортом. Занимались спортом, а занимаются все тем же, к сожалению. Поэтому опять гибнут молодые люди. И, конечно, это огромное горе для их родных и всех близких. На второй-третьей полосе материалы, которые сейчас разбираются в судах области, и они опять-таки связаны с криминалитетом. Ну, так много о взятках, как сейчас, наверное, никогда не говорили. Существуют целые агентства, департаменты, которые борются с коррупцией. И, может быть, когда скрининг вели в медицине, выявили огромное количество больных. Вот так сейчас, когда плотно взялись за взяткодателей и тех, кто берет взятки, мы видим просто вал сообщений о том, сколько всего раскрыто и сколько сейчас в судах разбирается. Иногда доходят просто до абсурда и до каких-то курьезных моментов, вот как в этом суде в отношении представителя внутреннего государственного аудита, который заявил, что взятку он не требовал, что ему принес сам руководитель перинатального центра, а он просто ее убрал в стол, потому что ему на совещание надо было идти. Вот так вот, не обратил внимания на энную сумму, а просто убрал все остальные документы. А почему он не сообщил об этой взятке? Ну, потому что это не по-мужски. Вот так вот. То есть для взрослых людей, облаченных властью, которые занимаются серьезными государственными делами... Главное не закон, а главное какие-то понятия другие. Да, настолько это все просто неудобно даже. А в другой заметке рассказывается о следователе, который отказался брать взятку от мошенницы. И эту мошенницу осудили и доказали, что следователь не то, что не требовал, он даже решительно отказался, это все на видеозаписи есть, но он лишился работы. Вот. Лишился работы. Лишился работы, потому что он каким-то образом подорвал доверие к правоохранительным органам. Наверное, нужно как-то от противного исходить, да? То есть если бы взял, то значит уже не подорвал. Если хочешь кому-нибудь подорвать репутацию, принеси ему взятку и все, и твое дело сделано. Даже если он ничего не взял. Вот, к сожалению, и такие бывают случаи в нашей жизни. Об автотранспорте, о нашем пассажирском транспорте мы настолько часто и много говорим. Это, наверное, связано с тем, что тема не сходит из аккаунтов социальных сетей, со страниц газет. И люди сейчас очень горячо все это всегда комментируют, иногда далеко не печатными выражениями, потому что сейчас буквально каждый случай, кому-то нагрубили, кому-то не уступили место, кого-то не дождались на остановке. Буквально каждое действие водителя, кондуктора под микроскопом рассматривается, и иногда кажется, что слишком много претензий у наших пассажиров. Хотя, конечно, большая часть этих претензий оправдана. Когда мы рассказываем, что вот можно платить с телефона через СМС, можно безналично платить, что у нас в каждом автобусе установлены трекеры, и мы мобильное приложение скачивали, для того, чтобы видеть, где же наш автобус. Наверное, для того, чтобы, мало того, чтобы это было проще, так сказать, ожидать автобусы, но еще для того, чтобы все это было прозрачно, ведь это общественный транспорт не просто так называется. Он создан и работает для общества, поэтому, мне кажется, общество и должно контролировать. Вот это, мне кажется, и есть идеальный способ контроля, чтобы общество само контролировало те услуги, которые им оказываются. И, к сожалению, общество выявляет, что эти услуги далеко не всегда доходят до своего конечного потребителя, потому что трекеры ломаются, для инвалидов пороги сняли, и массу еще полезных вещей, которые оплатили, за которые наш бюджет перечислил большие суммы. Это наши налоги, кстати. Вот это все, к сожалению, не работает и куда-то делось. Так что все это прискорбно. Еще одна история, о которой тоже многие слышали, где-то читали. Несчастный случай, произошедший с 9-летним мальчиком в Шалкаре. Опять-таки, мальчик остался без рук. Несчастный случай произошел в трансформаторной будке, где почему-то дети искали металлолом, и они зарабатывали свои небольшие деньги тем, что сдают этот металлолом. Может быть, неправильно детям объясняют, что в трансформаторную будку 10 тысяч вольт вообще желательно не заходить. А может, наверное, нужно какую-то причину искать в другом, потому что дети, которые собирают металлолом и сдают, это вообще-то детский труд уже. Это детский труд, еще и практически неоплачиваемый. Неоплачиваемый, да. И в-третьих, конечно, интересно, вот эти пункты приема металла. Они вообще имеют право принимать металл у детей? Очень много проблем вытекает из этого случая. И выводов тоже должно быть сделано достаточно много, поскольку даже то, что энергосистема не отвечает за свои трансформаторы, а передает их на баланс школы, 10 тысяч вольт, и техничка в отсутствии завхоза является ответственной за этот трансформатор. Хотя допуск должен быть у человека допуск. Это, во-первых, должен быть специалист именно по электроэнергии, а во-вторых, у этого специалиста должно быть допуск именно до вот такого вольтажа, до такой силы тока. А если нет, то, в принципе, они не могут отвечать. Да, то есть это еще требует дальнейшего расследования все это дело и, наверное, других выводов каких-то. Ну, а теперь далее переходим к материалам историческим, которые всегда читаются с большим интересом, потому что читатели Эврики – это люди, любящие истории, интересные истории жизни, конкретной жизни людей. И сегодня у нас вот такая появилась возможность рассказать о двух женщинах, переживших в детстве блокаду. Может быть, даже мы не задумывались о том, что в Ак-Тубе живут люди... Блокадники, да? Да, блокадники, которые все это видели собственными глазами. И даже если им было в то время 4-5-7 лет, они помнят это так, как, наверное, было буквально на днях. Да, такие возраста, особенно во время войны, во время блокады, голода в Ленинграде. Ну вот я здесь смотрю, даже читая заголовки, то есть определенные должны быть, не знаю, судьбоносные какие-то проявления чудесные для того, чтобы эти люди выжили. Конечно. И выжили они благодаря тому, что рядом с ними были очень сильные люди, которые помогали детям, которые сделали все, чтобы они сохранились. И когда сейчас вот Валерия Николаевна рассказывает, что она помнит о своем отце, отец был рабочим на железной дороге, и последние минуты его жизни, когда он нес печеница маленькая и кусочек сахара своей дочки, она в окно увидела, как он падает и умирает у нее на глазах. Такие истории, безусловно, не могут не трогать и не заставлять нас задуматься о том, что пережили люди того поколения. Не менее драматична была судьба и участников афганских событий. Тоже сейчас газета к этой дате, к 15 февраля, как известно, в 89-го года были выведены войска из Афганистана. И сейчас очень много афганцев находят журналисты, разговаривают с ними, расспрашивают, как была их служба. Сейчас можно уже это открыто рассказывать, как это было. К сожалению, были и довольно нелицеприятные моменты, и дедовщина, и офицеры, которые вместо того, чтобы думать о солдатах, думали о том, как бы оттуда чего побольше вывести. Об этом, к сожалению, тоже мы сейчас должны помнить и говорить все, как это было в реальной жизни. Одна из таких историй сегодня вашему вниманию. Ну, а на другой полосе деньги из пыли современные проблемы, бытовые проблемы. И они связаны с тем, что люди зарабатывают всеми возможными способами, в том числе сейчас очень большое количество женщин, и, я думаю, может быть, и мужчин тоже, работают в клининговых компаниях. То есть они приходят, чтобы убирать у кого-то в доме, зарабатывая на этом деньги. Какие при этом существуют риски, на что нужно обратить внимание, это будет полезно знать и заказчикам, и тем, кто, собственно, этой работой занимается. Ну, а то, что наши потребители сейчас наконец-то услышали ответ от Департамента общественного здоровья в отношении своих многочисленных жалоб. И ответ гневный в сторону наших торговых сетей. Наконец-то, да, заботились тем, что можно все, что угодно, и просроченное, и пропавшие продукты купить, и со всякими насекомыми. Много было фактов за прошлый год. Сейчас Департамент это обобщил и дал свои ответы на это. И очень в газете сегодня полезное, собранное мнение, памятки покупателю, на что нужно обращать внимание и как вообще жаловаться. Потому что чаще всего человек приезжает домой, выбрасывает этот просроченный продукт, и на этом как бы жалобы заканчиваются. Да, кроме того, я сам присутствовал вот на этом круглом столе с представителями торговых сетей и представителями ОблСЭС. И для себя отметил вот такой момент, они заметили в интервью, тоже сказали о том, что люди любят все это снимать и выкладывать в соцсети. Но видео в соцсетях не является стопроцентным доказательством. То есть если человек увидел какой-то просроченный продукт, несоответствие в услугах и так далее, он должен в первую очередь, да, снять, да, показать он может. Это уже его личное дело, личное право. Но для того, чтобы все-таки эта машина все-таки закрутилась, да, и какие-то действия в отношении этих торговых сетей предпринялись, он должен пойти непосредственно и написать заявление. А вот с этим у нас хромает. Каждый занят, проще вот выкинуть и потом возмущаться тем, что никто не реагирует. Но есть закон, есть определенные правила, которым нужно следовать. И все по этим правилам должны работать. Так что у нас сегодня очень много тем в газете, о которых еще будут говорить люди. Потому что мы обсудили буквально вот несколько страниц, а тут еще целая газета. Продолжайте читать, пишите нам ваши комментарии, мнения и в Инстаграме, и в Фейсбуке, ВКонтакте, везде, где вы найдете газету Эврика. Ну и, конечно, приходите в редакцию, звоните и пишите письма. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова